Привет, ребята! Это информация для Калининграда. 27 числа, 27 августа я буду у вас в городе и буду выступать с сольным концертом Лока Стендапа. Вся информация снизу в описании. Сбор гостей в 19.00, начало будет в 20. Не пропусти, Калининград, давненько у вас не был, приходите. А теперь что насчет выпуска. Снимали этот выпуск в новом стендап-клубе на Трубном. Так что сделайте репост этой записи, пусть все узнают, что стендап-клуб номер один открыл новую площадку. Приятного просмотра! Привет, ребята! Привет! Это новый выпуск вашего любимого шоу Абу Шоу. Давайте поаплодируем ребятам, которые смотрят нас на Ютубе. А вы такие... Нидаль, а что это за декорация? Где это ты снимаешь? А мы снимаем в новом стендап-клубе номер один на Трубном. Давайте поаплодируем ребятам, они открыли новый клуб. Давайте поаплодируем. Если вы вдруг в первый раз на канале и такие... Ты кто такой? Меня зовут Нидаль, и это Абу Шоу. Я общаюсь с людьми, это презентационное шоу. Я даю им микрофон, они мне рассказывают свои истории, а я их разгоняю. А вы в комментариях пишите. Блин, вот это кайф. Вот, конечно, душнило айтишное. Зачем ты им дал микрофон? Все это снизу в комментариях. Если вы вдруг в первый раз сразу подпишитесь и прочитайте, что у нас там в описании. Там куча всего, куда можно подписаться, наша телега, еще у нас есть... Если вдруг вы такие, нам мало, хотим больше выпусков, есть платная подписка, и вы можете смотреть больше и поддержите нас. Давайте поаплодируем ребятам, которые взяли платную подписку, респект вам. Все? Отлично? Так, так, так. Нормально слышите микрофон? Нормально. Все, давайте. Как я и говорил, с тебя начну. Вот он сидит в первом ряду, портфель, блядь, нет. Привет, не отпущу. Не отпущу. Там что-то не доверяешь нам? Ну да. Ты же так и будешь весь вечер? А как, ну хочешь я тебе там? Ты как будто над зрячаткой. Араб с портфелем. Тебе не страшно? Нет. Я его вот так здесь положу, а потом уйду в какой-то момент. Хорошо. Не, все, спасибо. Я вижу, что он крутой. Там ничего нет? Да, ничего вообще. Как вас зовут? Меня зовут Павел. Павел, дайте Павлу поаплодируем. Вы откуда, Павел? Суть с портфелем вы приезжие. Подмосковье. Подмосковье. Одинцово. Одинцово. Так, просто интересно, коренных петербуржцев много здесь? Ой, петербуржцев, господи. Очень много, я еще по городам, поэтому... А москвичей много? Блин, прям коренные. Ничего себе, ползавода, да. Тут просто мероприятия другие. Москвичей обычно шесть человек. А вас так много, вот они все. Вы все моя публика, аудитория вся моя. Вы поделились, здесь наши москвичи, там приезжие. Правильно понимаю, да? Я посередине вот тут. Ты посередине, с портфелем, хуй знает откуда идти, да? Ты вроде и те приятные люди, и эти вроде ничего. Чем занимаешься, дружище? Как твоя жизнь вообще? Профессия или что конкретно? Ну просто, как выходные провел здесь? Выходные провел, ну съездил, покупался на речку, покушал шашлыка. Православная история. Потом спал просто сутки почти, все. После речки и шашлыка? Да-да. Ты потом на сутки лег, бля, спать? Да-да. У меня работа такая. Какая? Спать сутки после шашлыка. А речки проверяешь, бля? А где вы, кто купался на выходных вообще? Только ты? Вот это жара, и он один на речке, бля, пизда-то вообще. Она, кстати, реально одна компания. Да, поэтому ты и спал сутки, ты заебался за всех нас. Ты ел один шашлыки, а твоя девушка рядом? Да. Да, да, да. Нет, девушка не хлопает? Девушка, вы давно вместе с ней. Сложно сказать по таймингам. Мы расходились-сходились, в общем, лет пять. Ничего себе, лет пять. А сколько раз расходились? Пять. Понятия не имею, честно говоря, даже. Вы типа такие, блин, ты мне так нравишься. О, другие люди, подождите секунду, сейчас здесь постой. Я на речку подъеду через пару лет. Там нет никого все равно. А сколько раз вы расходились? Ну, раз пять точно, я думаю, где-то. Серьезно? За пять лет? Да. Когда в следующий раз? Ты по этому с портфелем? Да-да, я сразу готовый уже. Ты никогда не знаешь, когда тебя выгонят из-за этого. Ты как-то начнешь дверь открывать, она уже с другим человеком. Бля, подожди, давай. Давай, перерыв. Полгода, полгода, полгода. А из-за чего расходились? Да, по-всякому, то одна причина. По-всякому ты говоришь, один раз я сальто сделал, ушел, или что? Ну, всякие. Не то, что не было одинаковых причин ни разу. Ничего себе. Мы любим что-нибудь новое. Соль, это что за придиршивость? Ты кровать не застелел? Ну, да, да. Из-за чего по-сей раз расставались? Бля. Ну, давай сходим на вечер, забудем о наших проблемах. Да, да, да. Давай, конечно, блин, так круто, что мы вместе куда-то выбираемся, так хорошо. Да, вот из-за чего расстаемся обычно. Есть вероятность, что вы в конце выпуска расстанете сегодня, нет? Да, точно есть, точно есть. У, это так интересно, господа. Так, а из-за чего по-сей раз расставались? Ты помнишь? Нет, я тоже не помню. Ну, была какая-то причина, скорее всего. Чувствую, что ты пиздёшь в воздухе, есть такое, что я не могу это не вспомнить. А чем занимаешься? Ладно, ты не хочешь об этом говорить. Да не, не, я правда не могу вспомнить. Ты помнишь? Тоже не помнишь? А кто-то, ваши знакомые здесь рядом есть? Нет, нету. Никто не знает. А когда это было? Когда вы опять пришли? Это было в декабре. В декабре? Типа перед Новым годом? Да, да. А вы такие, давай вместе праздновать не будем? Потом саднём нормально. В феврале встретимся, когда дождь пойдёт, я тебе порфилью. Как я сама начнётся так обратно. А чем ты занимаешься? Что за профессия у тебя? Я буквально вот неделю как устроился на новую работу, я медбрат. Медбрат. Ты медбрат, а ты в больнице ходишь? Да, в больницу, прям работаю медбратом. Что за больница? Первая больница, Волынская. Первая больница? Номер один. Номер один. А ты учился, ты врач? Нет, я медбрат. Врача нужно сильно дольше учиться. А на медбрата ты просто пришёл, я могу быть братом. Да. Они такие, заходи. В целом, братом я уже являюсь. Палец сюда вставишь? Да, конечно, могу. Какой отбор на медбрата? Какой что? Отбор. Ну ты типа можешь любой стать медбратом? Ну ты приходишь, учишься 4 года, как на любую другую профессию. А, ты учился на медбрата? Да, да, да. А, ты учился? Да. Всё, хорошо. И что там входит в твои обязанности? Утки все идти? Да, просто... Ну и по сути... Просто медбрат, ты подходишь, блядь, брат, всё нормально с тобой, брат? Ты всё в порядке, братан? Ты держись, блядь, держись давай. Ты не лезь, сучка, я с братом говорю. Для тебя медсестра. И она здесь, сестрёнка, как дела? Нахуй на него забей. Так. В основном все специфики, на самом деле, к тому сводятся, что я просто отвечаю за логистику пациентов по больнице. Логистику? Ну, они не могут сами... Петрович, пошёл! Да, да, примерно так. Сюда, они чисто на креслах, блядь. Да, 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 да. Я тебя до сих пор на речке одного представляю. Да, после рабочего дня. Блядь, в этой форме, ведь медбрата, он чисто один. Блядь, спасибо, что пришли. Давайте поаплодируем ребятам, спасибо большое. Вот пример, как всё будет идти. Давайте поаплодируем ребятам громко. Так, вы первый раз. Давай. Я чувствую, что ты душнил. Вон, давай, ладно, давай попробуем. А тебе прям по счёт, блядь, духотой. Я думаю, что я потею, ты здесь. Так, как вас зовут? Стас. Стас, Стас, поаплодирую, Стас. Так, это у нас медбрат. Ты кто у нас, Стас? Я дизайнер. Дизайнер. Хорошая. Все такие, да. Вы с неуверенностью хлопать дизайнер. Непонятно. Что ты нарисовал, что ты сделал? Да ничего. Да ничего. Скоро тебе к айтишникам туда сесть надо. Типа того. А сколько ты этим занимаешься? В смысле, никаких проектов, ничего нет? Да, ну, я вообще из Брянска. И... О! Люди такие... О! Ну да, да, да. А что там в Брянске за дизайн? Ты заборы делаешь? Ну вот, я про то и говорю. Как в этом дизайн? Что там рисуешь? Да ничего, в типографии работал. И я вообще уже третий год дома сижу и вот так вот и дизайнер. Бля, тебя обнять что происходит? Медбрат, хули сидишь? Обними его. Человек сидит. Да я вообще сегодня, блядь, в пак поставил. Я просто уже не знаю, что делать. Ну да. Чем? Как в свободное время? У тебя много свободного времени? Три года дома сидишь? Да, бухаю. Бухаешь? Все три года? Ну да. Я в этом Брянск виноват или кто? Да, делать больше нечего. Ну или я не нахожу ничего. Бля, может такая серьезная передача, Султан, смотри. Человек такой, делать больше нечего. Чего делать не дали? Подскажи мне, пожалуйста. Не, ну а что, бухать весело как бы. Бухать весело. Кто бухает? А москвичи сдержаны, надо же? Нет, нам еще хаты сдавать наши. Нет. Мы их не пропьем, не надо нам. А это твоя девушка? Нет. А ты один? Да. История еще грустнее, бля, братишка. Пытаюсь вытащить тебя из говна, не знаю, что придумать. Бля, у тебя там спасательного ничего нет, жилет какого-то. Ищешь женщину себе? Нет, я работаю еще. Что? Работаю еще. Работу еще? Какую работу? Дизайн? Да что-нибудь. Я сейчас пытаюсь, типа, в Москву переехать. И вот, как бы, сижу, пиржу. Клевая инфа для тебя рядом, да? Да, да, да. Это не самое лучшее после того, как ты сказал, что ты свободен, бля. Да, я свободен, сижу, пиржу, вот. Ну да. А какой ты, бля? Ты пердун, получается? Засиделся, пердун тут у нас. Да вообще. Пердун работу ищет, есть варики? Окей, да. А какой работа? Нужен кому-то дизайн? Или любую работу вообще? Ну, дизайном лучше заниматься, конечно. Что? Дизайном. Дизайном. Ну, в принципе, можешь и баню растопить, там. Можно. Дрочь в салон какой-то? Не-не-не, не надо, не надо. Спасибо. А тут пиздец, лес рук, ты уж не надо, уж прямо. Там кому-то сидит. О, да-да-да-да-да-да-да. Это пердуна сюда мне. Хрен его знает, это Москва, как бы, тут дело такое. Что? Ну, Москва, приезжаешь и все. И сразу в дрочь в салон попадаешь, да? Ты уже где-то попался разок, да? Ну, друзья рассказывают. Это точно дизайнерский проект? Да-да-да. Я очень хочу перебраться из Брянска. Да почему у вас двое? Да, типа того. Блин, мне надо перестать так больно бить себе по голове. Так, а какую работа? Есть у кого-нибудь работа? Может быть, просто какая-то в подсобке клей подышать? Что-нибудь? Есть? Во, смотри-ка, азиат. Точно что-нибудь. Надо нарисовать вишню. Что? Графический дизайн. Графический дизайн. А ты, он что, думаешь, он тебе на хату придет, свечки поставит или что? Я эту свечку сюда. Это да, вот это. Графический дизайн. Есть работа. Да, графический дизайн. Круто. Тебе подходит? Да. Сколько платит? Не знаю. 50 начала. 50 начала? Это ж как-то, блядь, грустно звучит. А в конце, в итоге, по итогу, в начале 50, по факту 25. Это вот так звучало, дружище. Мы все говорим 50. На самом деле, нихуя, не тут так. Что? Бонус от проекта. Бонус от проекта. Бонус от проекта. Ты хочешь работать на азиатах? Ну, по кайфу. Для начала сойдет. На хату хватит и все. На хату хватит? Ну, а там что-нибудь придумаем. Ты вообще, блядь, жизнь не понял, да еще? Ты думаешь, первая работа на хату хватит? А что, нет, что ли? Ну, типа... 50, блядь, он сказал. Ну. Ну, хватит на хату? Ну, мы ждем, снимаем. А, вдвоем. А, на съемную. Я думал, ты себе на хату думал. Я думал, ты уже коричь сегодня придешь, съебывай. Я буду жить с этим славным азиатом. Он мне нашел работу. А почему девушке тебе не надо, чтобы тебя подбадривало как-то, чтобы ты не пердел? Да просто, блин, у меня же денег нет. Ну, типа, что я буду делать с бабой без денег? С бабой? В смысле что, пиздить ее? Да. Ир, сегодня опять без... А почему? Никому не нужен... А есть безработные женщины? Хочу, чтобы вы там квартет, блядь, сделали. Нет, нет. Все женщины работают, да, здесь? Блядь, сексизм. Как я резко зашел в сексизм. Вы что, все устроились, что ли? Ай-яй-яй, талибана на вас нет. Ладно. Интересно, вставим мы это или нет? Посмотрим. Потом вечером в четвертый такие, бля, вставил, ебать. Я желаю тебе удачи. Давайте поаплодируем. Удачи вам, удачи вам. Блин, а я думал, вы вместе, что далеко ходить? Как вас зовут? Яна. Яна, давайте Яне поаплодируем. Яна. Яна, как ты? Хорошо. А после того, как узнала, что человек рядом с ним пердит, как вообще вечером? Задумалась вот куда-нибудь пердит. Хорошие места, да, в первом ряду? Чем ты? Ты откуда, Ян? Из Подмосковья. Из Подмосковья. Ну, все, вы тут все, блин. Вы потом, вы после обучшего, так же потом просто в электричке. Блин, круто было сегодня. Блин, как ты думаешь, этот дизайнер нашел работу? Непонятно. Они уже рядом с взятом. Привет, я. А чем ты занимаешься? Вот медбрат, безработный. Бармен. Бармен? Да. Бармен. Что за бар? Техника безопасности. Техника безопасности. Ты в технике работаешь? Ничего себе в технике, давай тебе тебе поаплодирую. Давно там работаешь? Я выступал. Нет, недавно, да, я знаю, что я выступал, но я даже еще не работала, да. Есть ли какая-то история с техникой безопасности? Да пока вот, нет, полтора месяца только работаю, но там каждый день весело все хорошо. Каждый день весело? Да, да, да. Блин, а ты уже давно работаешь в бармену, да? Да, давно. Сколько? Ну, лет 12-13. Двенадцать? Двенадцать, да, где-то. Ну, что ж, тринадцать, блин, тринадцать лет. Самая безумная история. Давай так, тринадцать лет работал в баре. Блин, я сейчас не вспомню, так и не могу. Именно в баре? Нет, можешь в любом месте. Блин. Что-то на речке было, ему будет интересно. Блин, каждый день просто безумные какие-то истории. Ну, не каждый день, конечно, происходит, но в баре вот я так хорошо не помню. Так хорошо не помнишь. А? Ты трезвая на работе, да? Нет. Боже упаси, господи. Я и сейчас в говно, это что? Я сейчас микрофон... Так его держать? А как в свободное время проводишь от работы? Гуляю, катаюсь на самокате, с друзьями встречаюсь. Ну, вот эти всякие. Ты рассказала какие-то детские дела? Да, детские, да. Часто на самокате катаешься? Да нет, ну просто, как бы, не знаю, какие-то новые места, доезжаю до каких-то новых мест, потому что в Москве их много. На самокате просто так? Просто так, да. Выехала за поле, это что такое? За поле, да. Это здесь тоже есть люди, что ли? Ну, примерно такая же. Бойфренд? Нет. Нет бойфренд? Ищешь бойфренд? Ну, как бы, не так, чтобы еще прям вот... А вы в Москве вообще не бьетесь, да, что ли? Да. Кто в отношениях поаплодируете? А, здесь у нас только два человека? А кто не в отношениях поаплодируете? Чуть-чуть с натяжкой, одна рука занята, да, хлопаете? Бля, не вовремя, я не ворую. Не ищешь сейчас, может, найдем тебя какого-нибудь человека, с которым... Может, найдем вообще. Может, найдем? Да, холостой парень какой-то. Вот вы или азиат? Азиат? Азиат заняты, по-моему. Азиат заняты? Они все заняты, якудзу, сама знаешь. Так. Вы и свободный азиат? Сколько раз я должен сказать, чтобы понять, что это расизм, блядь? Я очень люблю ваши вот эти топики-маки все. Вы из Калмыкии, да? Вы откуда? С Волгограда. С Волгограда. Ты прям выглядишь, как Волгоград. Тебя... Как тебя зовут? А, как тебя зовут? Андрей. Андрей, ну конечно. Так, а ты свободный, Андрей? Нет. А кто свободный? Там твои друзья сзади говорят, что ты свободный. Кто свободный? А с кем ты пришел? Ты один пришел. Но у тебя есть где-то дома азиатка? Есть? Ты как будто пиздишь, братан. Мы с медбратом чувствуем пиздеж. Да, есть. Есть. Да. Да, есть. Вы же не проверяете это? Женщина, да, мой. Вот у меня засос. Вот, 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 вот. Мы просто были на вечеринке до шоу. Какая-то кунг-фу пати. Где вы собираетесь, типа, феу. Вы залетаете на фольфе. В хуяк. Что за вечеринка? Девушка напилась? Что за вечеринка? Девушка напилась? Че пили, саке? А что за вечеринка? Извини, пожалуйста. Это открытие выставки от ресторана «Берега». Ресторан «Берега». И она напилась? Твоя девушка? А вы сегодня сейчас были, что ли? Да, мы в часу приехали. А, на то, что накидалась? Ты ее тоже отправил? У вас такие были планы? Накидаться, а потом наобушел? Ты сейчас пьяный? Немножко, немножко. Немножко. А это твоя девушка? Она накидалась? Ты такой, я не могу тебе в таком виде их не дали. Она такая. Ты думаешь, что он заметит? Он не взят, у него глаза большие, он точно заметит. Она очень хотела, я вижу, бля. Она, видимо, перенервничала. Блин, сегодня обушел ее. Хочу запомнить этот вечер. Она завтра, с утра в крайне. Я попала? Скажи, я попала? Ой, говори. Не так записала-то? Это и наука. Тише, тише, тише. Ладно, а кто свободный? Извини, что я этот. Вот я звездочка. Тише, тише. Кто свободный? Да вы там уже мне наздята показали. Хоть меня обманывали. Кто это? Вот ты в Панамке? Слушай, сегодня выбор так себе, если честно. Ничего. А этот, бля, с рыбалки, ебать. Это что такое? Это у тебя Панамка? Ты из Котланд-Ди-Арда, блядь? Что это? Это офицер из Котланд-Ди-Арда пришел здесь? Вам видно его, блядь, как арту? Я не понимаю, что это. Как зовут тебя? Артем. Артем. Ты свободный? Временами. Временами. Сутки через трое. Сутки через трое. Сейчас ты свободен? Сутки. Хорошо. Есть? Расскажи себе пару... Блин, мы это не смотрим. Давай так, давай лучше... Твои критерии. Давай так. Что ты будешь говорить микрофоном, он будет говорить обладает. Ну, у него шляпа, пиздец, конечно. Все уже. Если не ты, я с ним пойду, ебать. Расскажи свои критерии. Адекватность. Адекватность? Чувство юмора. Я даже спрашивать не буду. Ты посмотри, у него как арта, блядь, на Панаме. Нет, неадекватный точно. Еще какой-то критерий. Адекватный, ты уже чувствуешь, что ты опытная женщина? Мне нужен адекватный, вот без этих сюрпризов, блядь. Нет, ну можно немного психа какого-то, я не знаю. Какой уровень психа? Вот этот с утра понюхай пальцы? Вот этот? Опять попалась? Так, второй критерий. Так, чувство юмора. Ну он может два пальца с утра дать, точно. Чувство юмора, говорю. Чувство юмора. Ну-ка, есть что-то? Как это? Чувство юмора? Есть. Есть. Мне нравится, что это другая женщина. Да и есть, заберите его. Мне он уже все, я уже насмеялась, хватит меня. Мне можно этого с пальцами. Так. Есть какая-то шутка, анекдот? Так сходу нет. Так сходу нет. Через сколько подойти? Пока ты проебываешь, блядь. Ты еще панаму поменял? Так ты официальный выглядел как-то. Зачем ты ее вывернул? Верни, как будто из Англии. Так круче. Вот я тебе говорю, так круче. С кокардой круче. Вот. А еще какой-то третий. Я пытаюсь. Я уже за него переживаю, у меня как родной, я не знаю. Он без тебя погибнет, я вижу. Давай. Сильный какой-нибудь, не знаю. Сильный? Да, пускай. Ну-ка, ебни азиатом. Азиатер весь вечер. Не страшен тот, кто знает тысячи приемов. А страшен тот, кто повторяет один тысячу раз. Так, ты сильный? А что сильный? Тебе надо перейти. Ну, надежный, наверное, больше. Вот такая вот тема. А, надежный? Надежный это уже в МФЦ, чтобы стоял, блядь, в очереди, блядь. А сильный это, чтобы разрушились, блядь, в МФЦ. А вот так, какие плюсы? Давай свои плюсы. Что ты можешь предложить вот этому невероятно сильному мужчине? Надежность. Лонг Кайланд? Это включено. Да, это сильная мужская просьба, блядь. Дорогая, я твой, Лонг Кайланд, передай, пожалуйста. Я же говорил, он откуда-то из Запада, блядь. Кокарду видел, Лонг Кайланд. Какие твои плюсы? Надежность, пускай будет, ну, верность, не знаю. Тоже чувство юмора какое-то там присутствует. Какое чувство юмора? Комфорт какой-то. Мне нравится, что ты все говоришь какой-то. Какой-то, но я не знаю. Я очень хорошая какая-то такая. Дома комфорт какой-то. Если в спальню не заходить, там дыра, пол. Какое-то такое чувство юмора. Какой комфорт дома ты предлагаешь? Ну, создание какого-то домашнего комфорта. Вот какого? Что ты сейчас можешь предложить? Икея закрылась. Какой комфорт? Фабрику белорусской мебели какую-нибудь. Ты такая, вот я взялась, бровичи, охуя на диван. Че ты? Комфортный, комфортный. Все нормально. Пружина в зак, нормально, прикол. А есть какие-то планы вообще, мечты у тебя? Да, хочу уехать на Бали. На Бали? Да. Когда? Нет, просто хочу уехать и совсем. И совсем? И совсем хочу, да. И ты сейчас такая, я надежный, нужен человек. Ир, ты где? Нет, ну мы вместе поедем. Вместе? На Бали поедешь? На Бали. Я уже был пару раз. О, уже был пару раз. Ты решил начать свой бон, родной? Я уже был, меня уже выгнали, визу не дают больше. Удачи вам. Спасибо большое. Удачи, давайте вам аплодируем. Удачи. А давайте дальше пойдем глубоко. Ну, первый раз. Ну-ка, передайте, пожалуйста. Человек вообще с невероятной прической. Так, а вы в этой стороне зала с вами что происходит? Вам микрофон дать, что ли? Вы что такие? Ну-ка, соберите. Я обязательно, сейчас послушаем этого. Это же это, бурита, ебать. Сейчас. Не уходите, пожалуйста. Я большой фанат той песни, хуй знает какой. Так. Как вас зовут? Привет, меня зовут Илья. Илья, давайте Илье поаплодируем. Так, Илья, как дела? Отлично. Мне 1 августа, 27. То есть через час? Через час. Так, почему через час? Через полтора. 27. Как ты? Планируешь? Так уже, знаешь. Тяжеловато, тяжеловато. Тяжеловато? Остается, да, с утра. Ну-ка, кому за 30? Может, отпиздим его? Тяжеловато. 27 тебе тяжело. Я не хочу тебя пугать. Там дальше еще хуже. А что, ты чем занимаешься? Тяжело вставать? Да, в целом я работаю из дома, занимаюсь. Тяжело вставать, да, тебе? Из дома ты работаешь. Что ты делаешь? Господи, айтишник? Нет, не совсем. Продадим на ВВБ. У меня свой магазин. Ну, типа ИП. ВВБ, это ВАЛ, да? Да, да. Что продаешь? Аксессуары женские. Очки и серьги. А, ты думаешь, делаешь сам? Нет, конечно. Или ты с Алиэкспресса, все себе? И такой, 500 рублей дороже, бля. Ну да, типа того. С Китая, с рынков, заказываю и отправляю туда. Питерцы, да? А какая наценочка? Какую делаем наценку? А? Какую наценочку делаем? Ну там есть комиссия площадки. Там в целом где-то на 2, на 2,5 раза наценка идет. Ну, поплыл, я слышу, по голосу такой. Я хуй, не знаю, сейчас говорить. Кто-то заказывает на ВАЛ, Брид, что-то. Все же заказывают, да? Много их там. А было прям, что с Китая пришла хуйня, и ты такой, перепродам все равно? Было такое? А, ну бывает, там пишут, что типа не то пришло. И как бы есть вариант. Это либо обменять, либо связаться с покупателем. А ты что делаешь? Ну если пишут в чат, то есть там у меня есть поддержка, типа я могу обменять без проблем. А у тебя дома это все хранится? Нет, там есть склады. Склады? Которые пакуют, типа все отправляют туда, я просто им. Ты один работаешь? Ну да. Он что, с кем пришел? С девушкой. С твоей девушкой? С твоей девушкой, да. Олеся, давно вместе с Олесей? Четыре года. А? Четыре года. Четыре года. Как познакомились с Олесей? Через знакомых. Каких? Через друзей. Они вас свели где-то? Ну да, можно сказать так. Друг работал с ней в одной амбаре. Мы познакомились. А на кем работал там? Официантом. Официантом. Так, у тебя 27, какие планы? Пока такой разговор, как будто умирать планируешь. А, ну смотри, мы в Москве с декабря, вот сейчас осваиваемся как-то потихонечку. На день рождения какие планы? На днюху? Да сейчас прогуляем где-нибудь. Взял Джека. Джек Дэнилс? Да. У тебя где-то здесь в кармане Джек Дэнилс? Ну почти, да, вот там вот. Там тоже дома на складе, блядь? И куда пойдете? Вы на улице откроете Джек Дэнилс вдвоем? Да? Да, но только она не пьет, правда. Тебя ждет невероятная прогулка. Да хватит ссать, да че ты? У меня день рождения! Ты гость! Страшен тот! Блин, а че она будет делать? Ты будешь пить типа в вискаре, а она будет рядом с тобой ходить. Душнить. Пойдем домой. Домой пойдем домой. Домой пойдем. Ты такая, ты меня жизнь упортишь, я художник. Почему ты ей? Она не пьет, ты ей ничего не купил? Что-то попить другого, алкогольного? Не, ну купим, конечно. Все, купишь ей? Сок. Сок? Себе Джек Дэниелс ест сок? Нет, ну а че? Она в магазине на кассе, ты такой, добрый, добрый, да? Добрый тебе взять? Добрый? Маленький, вот это? Фрут-няня будешь или че? А как вы время проводите? Ты частенько пьешь? Нет. Нет? Как часто? Ну, может, сейчас реже на самом деле, может, там раз в месяц, раз в два месяца. А надо? А что вы делаете на выходные, когда я не пью? Ходим, гуляем везде, смотрим окрестности. Ты сейчас говоришь, как трезвый, грустно очень. Окрестности. Поляки нападают. Ну, в самом деле, просто с маленького города, и здесь в целом кайфово, много парков, много улиц. Окрестности много. Окрестности в том числе. Только я люблю окрестности. Ты закладчик, блядь, я не понимаю. Тачки, женские аксессуары, и вот еще сюда чуть-чуть положим. Очень удобные окрестности. А как вы начали встречаться? С чего начались? Ты все время не пьешь? Все время не пьешь. А как это первое время, когда люди начинают встречаться, ты постоянно пьяный? У вас его не было? У вас первый секс был трезвый? Когда вы такие... Что вы делаете? Что вы делали? Все, вначале. Мы сидели на свидание. Ты трезвый, я тоже пиздаца, да? А пойдем на турник. Я тебя в лестнику разъебаю. Что вы делали? Дай-ка ей трубку, я вижу, что она аутистская. Как вас зовут? Олеся. Давайте Олесе поаплодируем. Олесе, не пьете? Нет. А как первое, вот, ну, ваше... Да я вообще не знаю. А почему не пьешь? Я тоже как-то интересовалась, и не могли вспомнить, что было. Подарок вам приготовила? Ну, почти, да. Он знает, какой подарок? Да. Какой? Виски. Виски? Подарок? Вот это ваше женское, это, знаете... Припухни, бля. Да, так спокойнее. А почему такой подарок? Он сам тебе сказал, я так хочу виски. Ну, да. Он сам заказал? Да. Такой подарок? Вы четыре года встречаетесь. Подарок виски? Это нормально? Ну, хороший, хороший виски. Джек Данилл, да? Не, не Джек Даниллс. А, не Джек Даниллс? Какой? Макава. А, ну, ладно. Чуть-чуть повыше. Чуть-чуть повыше. Ну, ладно. Я желаю вам удачи. Тридцать три. Тридцать три. И ты такой, устроить, устроить, а потом МФЦ. У меня сто четвертый талончик, я следующий, можно, пожалуйста? И это еще с тех времен, когда ты был… Это песня группы «Нойз МС» и сделал, да, я эту тату всего три года назад. Только когда уже осознанно… Когда что произошло? Когда я подумал, а почему бы не сделать? Это одновременно с волосами произошло? Нет. Волосы — это неделю назад. А, неделю назад. Что-то ищешь себя, дружище, что происходит? Да, у меня, судя по всему, это кризис среднего возраста. Так, с чем связано? Наверное, все-таки с возрастом. С возрастом? Скорее всего, да. Потому что так все хорошо. Это твоя супруга рядом? Да, это моя супруга. Она как реагирует, что ты такой? Теперь она с косичками. Ну, на самом деле, почему я их сделал, это вот было буквально недели-две назад. У нас произошел какой-то спор, она сказала, а если я тебе скажу сделать дреды, ты что пойдешь и сделаешь? Я пошел и сделал. Как-то так получилось. Ты из всего выбрала, блядь, вот это? Машину мне купишь? Не, я дреды могу сделать. А ты что, ты ей что-нибудь заказал? Чтобы она что-то сделала? Нет, это был просто спор, и она просто как бы сказала, а если я тебе скажу дреды сделать, что сделаешь, пойдешь? Ну, якобы, ты что, дурак, что ли? Что, даже это сделаешь? Я пошел и сделаю. И ты такой, да, нормально. Ну, есть немножечко, да. И она с утра такая, дурак. Это вот мой тебе. Теперь, вам дреды нравится? Вы вот так показали. А чем ты вообще занимаешься? Я работаю в банке. В банке? Да. Ты вот дестрой. Да, да, совершенно верно. Люди приходят к тебе за кредитом, а может с кредитом. Не-не-не-не-не-не. А вам можно доверять? Кредитная история у вас нормальная? Ты что за банк? Я работаю на удаленке просто. А, на удаленке. Да, я никого не вижу, никто не видит меня. Ты такой банкир? Ну... Ты коллектор что ли? Нет, это сопровождение. Я всеми способами буду пытаться уходить от слова «айтишник». Иначе ты заберешь. А ты айтишник? Нет, нет, нет. Я банковский работник. А ну-ка, айтишники, он ваш, блядь, да? Я правильно понимаю? Вы его чуть поближе посадили. Вот они, айтишники. Треды сделаю, блядь. Как свободное время проводится с супругой? Судя по «дестрой». «Дестрой» устраиваешь? Тебе 33, какой «дестрой»? Периодически, ну, сейчас уже, да, сейчас уже сложнее намного стало. «Дестрой» — это выпить пиво и потом конфет. «Пожрать», правильно я понимаю? Ну, как в песне, да, да. Что-то типа «Устроя, нестрой», «Порядок — это отстой». «Напейся». Он же тебе 33, ты такой «Устрой, нестрой». «Порядок — отстой». О, матч охуенно с лавантой. Как не люблю это все правительство. О, USB на остановке, охуенно. Такой, да, типа? Так и бывает обычно, да. «Россия, будь свободной!» Два ФОБа, пожалуйста. Да, я обязательно, очень люблю ФОБа. А сам как-то устраиваешь «дестрой»? Есть какой-то свой внутренний? Внутренний? Ну, внутренний сложно сказать. Не могу сказать, какой мы внутренний сейчас «дестрой». вон в голове, а так, ну, как бы чем занимаемся, чем отдыхаем. Бары, ну, отдых, тусы какие-то, на природу, с шашлыками. Какой у тебя, блядь, смешной смех, я не могу. А ну-ка, прыгай ко мне в карман, кто-то смеется так. Хочу иногда тебя доставать. Так, ой, ебать. Вот недавно отдыхали, хорошо очень отдохнули, на нашей свадьбе оторвались. У вас свадьба была? Да, и мы, если скажешь о чем-то, 18 июня она была на дизайн-заводе «Флакон». Может быть, тебе что-нибудь напомню. Да-да, там на «Флаконе», да, там и хомики много, там у них офис, по-моему, у нас у ребят. Так, что вы там делали? Пили, отрывались, делали рок. Я вот с ребятами, которые были одновременно ведущими и музыкантами, тоже на гитарке оторвался. У нас свадьба сколько человек было? А то, что не свадьба вообще? Свадьба была маленькая, чисто скромная, самые близкие люди. 40 человек? Нет, где-то 28, да. 28. Родители тоже там были? И родители были, да. И ты такой, я рок с гитарой. Да-да-да. Тили-ти-ти-ти-ти. И они, да, они это принимают уже, к сожалению, потому что уже безнадёжа. Они уже такие, ну вот это наш, блядь, сиди-ка. Вон, смотри, Юра, это наш сын, вон он. Да-да, устрой, де-строй, да-да-да. Я тебе говорил, таблетки не надо было пить, таблетки. Есть какая-то смешная история со свадьбой? Со свадьбы? Смешной нет, грустная, да. Смешной, смешной нет. Ты такой, я женился, блядь. А что грустного случилось? Ну, как свадьба без драки, это... Драка была? Это не свадьба. Айтишников? Нет, не айтишников. А что за драка на свадьбе у вас? Ну, там, в итоге, брат с товарищем не поделили девочку, и на этом свадьба закончилась. Хорошо, что это в конце свадьбы они не поделили, когда уже все собирали. Костя, такая драка, что свадьба закончилась? Она уже заканчивалась. Они всех подряд начали пиздить, ты ж не хай, не место. И в итоге так произошло. Твой брат не поделил женщину с кем-то? Не будем о плохом. Да как это? Ну, как это так получилось? Наконец-то, истересная история. Давай, расскажи, вы сидели, вы такие, уже ты знал, что... А не было такого, что, такие, твой брат, он по-любому нахуящится, будет пиздить. Не надо его приглашать. Да я обещаю, что такого не будет, я тебе клянусь. Он рядом стоит, я нормально, я брат, и все, и все, и все. Что ты, ну, что в порядке, что ты? Что, из-за чего? Так и было на самом деле. Ты прям как читаешь. Так я знаю, давай. Ну, нет, на самом деле я просто не застал это. Мы вышли покурить, потому что уже там музыканты и ведущие собирались. И, а, там, драка, забегаем, а там... Ну, ничего такого интересного. Просто... Было, когда ты забежал, ты такой, я так и знал, что это мой брат. Просто товарищ стал терминатором с таким глазом. Твой брат его побил? Ну, там, мельком так, незначально. Какой-нибудь ты историю рассказываешь вообще? Да, потому что... Ну, не такую историю рассказываешь. Ну, кстати... Она грустная, не дали. Ну, я же сказал, она грустная. Ну, ничего не грустного. Что, бывает, драки-то бывают. Все живы же. Да. Ты такой, нет. Я брата потерял, не дали. Ты здесь выпуск пытаешься... Нет, брат моего. Рад? Ты доволен? Сука ты! Ты все ради вот этого, да? Бля, грустно так стало. Нет, нет. Планы на будущее какие-то. Планы на будущее? Ну, на ближайшее будущее. Если прямо ближайшее, ближайшее, через неделю мы собираемся на Северный Кавказ. Северный Кавказ. Че там? Ты, Северный Кавказ? Я решил рискнуть, да. О, пойдем туда. Опять. Я недавно даже видео видел откуда-то с Сочи, где парни, у него много волос, и его отпиздил человек. Вы видели это видео? Я вообще хотел, чтобы в 21 веке просто парень шел с девушкой, кто-то... Э, блядь, волос много! И все. Просто прикиньте, получил пиздерез то, что много волос. Чисто повод. Ты что тут нахуя у тебя? У меня дед лысый, батя лысый, отдай. Тебе не кажется, что... А куда именно Северный Кавказ? Минеральные воды, Кисловодск, может быть, дойдем до... Минеральные воды не страшно случить, да, как будто? Минеральные воды? Эльбрус? Ну, если захотим, может, и до Эльбруса доберемся, да. Не проще, вы так говорите, дойдем до Гор, блядь, а не там, да. Ну, до высоток уже, таких интересных, где фоткаются обычно. Удачи вам. Давайте вам аплодируем ребятам, удачи. Так, ну-ка, там кто-то весело, кто весело смеялся, ты весело смеялся. Вот ты, по-моему, ну-ка, передадим. Ты первый раз? Мы с тобой общались, нет? Нет, нет. Как вас зовут? Марк меня зовут. Давайте Марку поаплодируем. Марк. Так, Марк, как ты? Круто. Круто. Ты откуда дружище? Я отсюда. Отсюда? Ты москвичка? Да, живу здесь уже давно. Сколько? Сой, подожди, ты коренной или живешь давно? Нет, 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 я из Казани. А, ты из Казани. Да. Давайте поаплодируем тебе даром. Ну, лет 20 хожу тут. Чем занимаешься? Ну, у меня небольшая фирма, а сейчас арт-директором работаю. А небольшая фирма что за... Делаем... Ты бизнесмен, и вот бизнесмен. Йоу. Йоу, медбрат. Так. Давай, укол завтра, ё-моё. Это тоже важная медаль. Так. Делаем инсталляции для музеев. О, ничего себе, круто. Что за музей последний был? На ВДНХ открылся музей ЖКХ. Но охуенный музей, на самом деле. И что за инсталляция, гнусные люди? Вы не оплатили. Когда за жилье будет деньги? И что там за инсталляция? Слушай, там ты можешь... Мы делали инсталляцию. Можешь по... По... Убирать улицы в трех сезонах. На экскалаторе. На виртуальном. Можешь... Слушай, извини, если тебя обидел как-то. Он мне просто пыли в глаза кинул, а я такой... И мы такие, инсталляция, музей. Жестко, бля. Можно улицы поубирать, да? Да. Еще за это заплатить, наверное. Да, 300 рублей. Сколько? 300 рублей, по-моему, там стоит билетик. И ты такой, вау. Вау-вау-вау. Вот это клёв. Всего лишь три сотки. Одна я сам буду подметать. Не-не, подожди. Это не вручную. Ты едешь на экскаваторе. На чём? Ну, уборщики улицы. Вот на этой машинке. Да? Бля, за три сотки похуй давай. Тогда ладно, это уже другая тема. Но там много других инсталляций интересных. А что еще? Есть вот эта машинка? Там есть клёвые инсталляции. Бля, я всегда хотел, если честно, на этой машинке просто медленно прокатиться вдоль дороги. Чисто, чтобы... Давай, давай, давай. Чистим, блестим, чистим, блестим, чистим, блестим. Самый чистый город, это Комитон. Музыка там есть, да. А что еще? Там есть фотобудка, прикольная штука. В чем прикол? Заходишь с одним человеком, уходишь с другим? Нет, ты создаешь композицию из цветов. Сила света приложил к нему руку. И, соответственно, заходишь в фотобудку... Это что-то из Библии, я не понимаю. Он такой, Моисей, руку приложил. Что за сила света? Сила света такая самая крутая студия дизайна в Москве. Что, знал? Да, все. Вот так вот. Вот так, так, так. Сила света. И в чем прикол-то? В будку заходят, и что там происходит? Ты создаешь свою композицию. Там огромная такая стеклянная бандура, в которую ты заходишь как в сферу. И тебя снимают камеры. Ты фактически фотобудка. Красивые цветочки на фоне, а ты улыбаешься в камеру. А, ну все. Так, твоя девушка рядом? Да. Давно вместе? 8 месяцев, получается. С января. Вы все это время, вы только, вот да, давайте поаплодируем. Ходим на выступление. Ходим на выступление. Йоу. А вот рядом люди, которые начали встречаться, и были трезвые. А вы начали встречаться, бухаете? Почти, да. Она меня совращает. Что? Она меня совратила, да. Чем? Бухлом? Да. Женщина у тебя совратила? Да, да. До этого только работал. Так, и как вы познакомились? В Каире познакомились. В Каире? Да. Это что за история такая? Охренная история. Как мои родители, что ли? Как вы в Каире познакомились? Есть, короче, поехал в тур. В Каир, да. 10 дней трэш-тур. Ну я был просто в Каире. Кто был в Каире? Знаете, да? Там такие места, очень славные. Очень славные. Да, да, да. У меня есть оттуда веселая история. Давай. Вот. Я искал там табак для кальяна. Я нашел. Хочешь, хочешь. Именно так. Так, давай историю. Я ходил, ну было вечером, и там была группа, которая уезжала на поезде. И, соответственно, я искал табак для кальяна за час до поезда. И там огромный гранд базар, который представляет собой не просто переулочек, а целый район, в котором секторами поделены вот, ну как бы, улочки на целые, как бы, кто-то продает там траву, что-то еще такое. Я ходил по этим и говорил, хашиш, хашиш, где мне это достать? Я встретил мальчика, который меня привел в нужную лавку. И мы с ним с помощью переводчика начали общаться с друг с другом. И я стою такой, ну вроде все нормально, вроде мне сейчас продадут, да? Не убьют. Мы с ним переписываемся. Ты это, блядь, спрашивал у них, когда стоял в лавке. Вы же меня не убьете? Мне просто хашиш. Они все с ножами, нет-нет-нет, никто не убьет тебя. Ну он так и написал, типа, я говорю, слушай, но как вот этот табак, он говорит, тебя убьет. Так ты вырубал шмаль или табак? Табак, табак. Но хашиш, это по сути табак. Нет. Хашиш с арабского, это трава. Это не табак. Но они когда, они хашиш, они говорят, кальянчик, кальянчик. А нет ощущения, что ты такой хашиш, они такие, наебем, долбалеба, давай табака ему. Давай табака ему дадим, ле-е. Тебя кто убьет, убьет. Самир, заверни этому верблюжу говна. Приехал, хашиш бросит. Ну, собственно, так и было. Да, веселая история. Как вы с пацанами, я говорю. В поезде. Бля, что-то горчит жестко. Это финики или что-то? У тебя что-то в зубах после дыма. Какие-то маленькие крошки такие. Кукуруза, что ли, я хуйня. Или верблюд. А как вы, в какой момент вы встретились? Ну, она поехала тоже в этот тур, соответственно, там мы познакомились. На рынке, пока вырубали? Вы положили руку на один гашиш. Потом начали курить в одну сторону. Леди и Торчок. Новый мультик от Диснея. Там очень много трансгендеров. Вам не понравится. Там непонятно, кобель или сучка, ебать. Ну, так вот. Так тоже должно быть иногда. А как познакомились? Ну, она тоже поехала в этот тур. Там тур на 10 человек был, соответственно, там познакомились. А что за тур такой? Тур по трущобам, да? Так, так он назывался, да. И вы типа лазили, там же очень грязно. Да, но там это такой, типа, этнический тур. Это не только по Каиру. То есть нас сводили в трущобы. Первый день, ночь в трущобах. И потом по Каиру, по разным районам. И в пустыню сводили. Все такое оставили там. С арабой им подружились. Оставили вас чисто в пустыне. Это трэш-тур вам туда. В ту сторону. Минут через пять трэш начнется. Иди, иди. Возьми макета, брат. На удачу. Там встретишь. Так и было. Лена, дорогой тур? Да. Сколько стоил? Дорого. Сколько? Ну, полторы тысячи долларов стоил тур. И еще стоил, ну, отдельные билеты. Полторы тысячи. В следующий раз, если такое хуйнюю захочется заниматься мне, напиши. Я тебе полторы тысячи в Купчино выкинул. Вообще охуенно будет. Ну, если что, прикол. Гашиш получится купить. Там не будет табака, блин. Какой-то план на будущее? В Иран хочу поехать. В Иран? Да. А там что за тур? Трэш-тур. Там не получится, как в Египте. Гашиш, гашиш. Гашиш, гашиш. Оп, разбил часы. Нет. Так, а почему в Иран? Ну, очень красивая страна, на самом деле. Похоже на то, что у нас. Похоже на то, что... Все в тюрбанах. Ох уж наши славные тюрбаны. Вы вместе поедете? Да, надеюсь. Есть вероятность, что не вместе, да? Ну, мы очень хотим. Очень мы хотим или ты хочешь? Нет, ну, это наша совместная идея. А нам... Ваша совместная? Да. Все, ладно. Блин, удачи. Это хорошая идея. Давайте поаплодируем. Удачи. Так, а... А если сюда, тебе будет близко слишком? Мне нравится, что девушка каждый раз пересаживается. Вы от кого-то срываете? Ну-ка, просто сними ее чуть-чуть, просто чтобы она была в кадре. Вы кого-то боитесь или что это? У вас муж полетит или что? Давайте. Видно тебе ее? Как вас зовут? Как вас зовут? Алена. Алена, Алене, поаплодируйте, Алену. Алена, расслабьтесь, все в порядке. А что вы так с камерой прыгаете? Что такое, что случилось? Вы в розыске? Что такое, Алена? Вы нервничаете? Ну, я... Да, не хотела бы попасть. А что такое? Камера — это не мое. Что ваше? Зажигалка твоя? Да нет, ничего себе такое. Просто да-да-да-да, это мое. Камера нет. Зажигалка твоя моя. А что, что вы занимаетесь? Не стесняйтесь. Я сегодня с фестиваля вернулась. Что за фестиваль? У вас даже на руке до сих пор это, да? Что за фестиваль? Архостояние. Вообще, это фестиваль современного искусства, но я ездила не ради современного искусства туда. Там у них шведский стол вот такой. Еда в форме котов. А что-то, ради чего вы ездили? Атмосфера. Атмосфера, люди такая... Атмосфера, воздух хороший или что вы такие? Воздух тоже хороший, звезды потрясающие. А с кем вы там были? Знакомые. Господи, а Иисус с вами был рядом? Нет. Я как-то заметил вообще Иисуса, бля, посмотри. Он всегда рядом. Не нравится, что все православные такие. Один изят кто? Да его не существует. Нет, они не любят такие развлечения. Какие? Церкви? Фестивали не любят. Церкви, да все любят, церкви, все любят. Расскажите, а с кем вы там были? Со знакомыми, подружкой практически лучшей и там... Практически лучшей? Жаль, что она этого не слышит. Я ей покажу. Ир, ты почти, блядь... Ёль, Ёль, Ёль. И в итоге они куда-то все пошли по домам, вы пришли сюда? Нет, они остались там, а я поехала специально с утра, оттуда выехала. Это под Калугой было. А, это несколько дней вы там были? Четыре часа за рулем, да. Мы в палатках. Ради тебя приехала. А я тут думаю, что ты в кроссовках и в носках таких. Я там думал. Это ты из леса выехала, да? Иисус, бля, в таких же... Иисус вернулся в носках сутками. Это вообще кайф. Чем вы занимаетесь вообще? Ну, скажи, признавайся. Я не айтишник. А кто? Но я работаю в сфере айти. Я работаю с айтишниками. Что вы делаете? Помогаете им не заблудиться? Да, да, да. Примерно так и есть. Вы ходите за мной, мальчик? Я помогаю в организационно-административных моментах. Как с айтишниками работать? Отлично, очень люблю. Потому что они не разговаривают? И не задают лишних вопросов? Чем любишь айтишников? Ну, не знаю. Классные ребята. Мы с ними как-то находимся. Мы тоже айтишниками, да? Свободное время. Бойфренд, муж, кто-нибудь? Ищешь мужа? Нет? Почему? Это очень сложно. Сложно? Отношения это очень сложно. Расскажи, пожалуйста, почему? Ну, потому что очень сложно. Не знаю, почему. А в чем сложность? Рядом очень... Мне нравится, как мы в какой-то момент серьезные передачи взяли. Блин, я не знаю, как тебе ответить на этот вопрос. Отвечай, как есть. Что сложного в отношениях? Нам нужно... Мы сейчас узнаем. Оставайтесь с нами. Приглашенный гость будет. Ты. Что сложного в отношениях? В какой-то момент тебе приходится выбирать либо ты в приоритете, либо другой человек в приоритете. И, ну, это очень сложно. Что? Короче, ты либо ради себя живешь, либо не только ради себя живешь. И не только ради себя жить намного сложнее, чем... А, ты стерва, я правильно понимаю? Ты просто такая, я не хочу делать второй бутерброд, это мой. Нет. Второй сам себе делает пидор. Хотелось бы очень сильно такой быть, но нет. А в чем тогда? Ну, типа, ты говоришь, что тебе не хочется себя отдавать ради отношений, типа того? Ну, типа того, да. Так это же, ну... А человек, если ради тебя что-то делает... Ну, обычно так не получается почему-то. Мужики так не делают? Нет. Почему? Я не знаю. Почему ты у меня об этом спрашиваешь? Я не знаю, у кого спросить. Бля, у него нельзя спросить. Они пять раз расставались, бля. К нему вообще духуя вопросов. Он такой, я бутерброд, мы из-за этого расстались тогда. А, вспомнил! Вот ты в отношениях стараешься? А вы в твоем? Вы комики? Что происходит? Вы слишком отлично выглядите, дай мне. Вы в отношениях стараетесь? Нет. У тебя нет отношений. Так, он хуевый человек. Так, у кого... Так, Бурита, ты в отношениях стараешься? А почему ты у мужчины спрашиваешь? Надо у девушки спрашивать. Жена Бурита. Вопрос вам. Никогда не думал, что я спрашиваю. Бурита старается? Старается? Вот старается. А с кем ты встречался, не старались, да? Ну, старались, наверное, не знаю. Не могу за них сказать. Это звучит, как будто он... Нет. Ты, конечно, постарался. Полотенце возьми, вытри это все. И иди в погреб. Завтра точно получится, госпожа. Я тебе себя отдавать не буду, блядь. Азиат, убей его. Все, блядь. Я бы хотел снимать маленького азиата, как Сокола. Может, дойдемте здесь? Мужчина, который готов отдавать себя, блядь, как это странно. Который готов отдать себя полностью. Не надо. Не надо? Ты при чем это микрофон сказал? Не надо. Нет. Не ищешь мужчин. Ладно, какие планы на будущее? Остаться в живых после этого лета. Тебя чеченцы на улице ждут? Что происходит? Мы сейчас выйдем по своим делам. Она такая, ребята, блядь! Ты говорила, мы плохие. Мы старались хулебяхи делать. Ради тебя. Почему ты пытаешься выжить? А что, ты в опасности какой-то? Ты поэтому в кроссовках, чтобы бежать потом, блядь? Что, почему она? Дайте Иисусу трупу, кстати. Дайте Иисусу трупу. Иисус любит всех, ребят. Давайте поаплодируем. Привет, привет. Не знаю. Вот поэтому у тебя проблемы. Вас как зовут? Александр, мое имя. Давайте Саше поаплодируем еще раз. Привет, привет. Ты выглядишь как Иисус, который пришел в физру сдавать. Это Иисус и Иисус суперзвезда, рок-н-ролл, опера. Да, да, да. Современная интерпретация. Ты такой чисто в трениках пришел такой. И в носочках с утяжками. И чисто по воде забег. Ну что, да, немножко. Чем занимаешься? Работаю 6,1, торгую. Да, Иисус. Очень скучно. Чем торгуешь? Нет, ни в коем случае строительными материалами, внутренняя, внешняя отделка. Скучно, ламинаты, ПВХ-панели и всякая другая история. Так ты до сих пор знаешь, как Иисус-плотник, да, получается? Не оттуда. Запомнили, запомнили. Сюда помнили. Ты, получается, тем же занимаешься, да? Плюс-минус. Время идет, ничего не меняется. Я поиграл, если бы зашел, и он такой, ищешь хорошее дерево, брат? А свободное время? Свободное время один день в неделю, плюс-минус. Что делаешь? Ну, отдыхаю, туплю, туплю, наслаждаюсь свободным временем. С женой провожу время, с братаном своим провожу время. А это твой братан? Это мой лучший сестра вообще. Это лучшая сестра? Это твоя лучшая подруга? Это моя жена. Нет, я знаю, что это твоя жена. А вы, ты давно не так дружишь? Это моя жена. Не надо, не надо, забыли, забыли. Вы вот эти, что ли? Я не могу найти себе мужчину, потому что у меня есть... А вы часто... Мы женаты, мы женаты платонически. А, женаты платонически. Она приходит вам пожрать, правильно? Да, 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 да. И мы к ней приходим пожрать. Ну что, как выходные один раз в неделю? Что вы делаете в этот день? Да, блин, ничего не дали. На самом деле уже полтора года примерно смотрим тебя. Плюс-минус всегда разные серии. Ну, в перемешку никогда последовательно. И на самом деле было очень страшно оказаться на этом месте, потому что в голове хотелось придумать какая-то история. Типа, вот я сейчас приду, я сейчас такое расскажу. А ничего, кроме жопы, говна на самом деле в голову не приходит. Я сдал, я сдал, спасибо, коллеги, спасибо. Давай жопу, говну не надо. Жопу, говно. Расскажи про жопу. У нас все истории про жопу, говно, да. Один раз как-то мы пришли после театра, мы в театре смотрели. Значит, там сценка такая была, ну то есть посвящено все тому... У нас все истории про говно, мы были в театре недавно. Белогвардейцы находятся в кубе пластиковом и размышляют на случай своей кончины, потому что их готовятся уже к расстрелу отправить. И мы что-то там посидели, потупили очень долго, пьяные под коньяком, вышли на улицу, где-то на... где было? Чистых прудах. На чистых прудах, да, и мы решили пойти в туалет, уж очень шибко, хотелось пописать после нескольких... Как будто петербургский разговор шибко было. Слушай, и в Петербурге тоже есть история, жалко мы не в Питере встретились, но это ладно, это оставим там. И мы очень захотели, не дам, пописать в той кабинке, где ты должен 50 рублей засунуть, вот эти московские капиталистические. У нас нет, у нас арки, у нас нет. У нас ничего меньше не осталось. У нас нет кабинок, у нас арки пиздаются. Купюры где-то номиналом, то ли 500, то ли 100 рублей, из-за этого туалета выходили мужчина с женщиной, ну, неприглядного, скажем так, вида. Ну, давай честно, повыше. Ну, банджи, ну, банджи вышли. И мы попросили у них, говорят, граждане, они, разменяете ли вам нам деньги, чтобы мы пописали? Они говорят, дружище, приходи 27-го, я зарплату получу, мы с тобой и разменяемся. Бомж. Сказал, пардун-мо. Да, я немножко понял, цепляюсь за Питер туда-туда. Но нет, ну, это была очень миссия невыполнима, пописать вдвоем в туалет полный того, что туда можно сделать, и не пролить ни капельки, ни капельки, и бесплатно. И ни рубля не потратить. Это нам. И в этой истории они бомжи, не вы, да? Да, да. А мы еще бесплатно, мы еще и денег сэкономили. Да, да, они бомжи. Кстати, спасибо большое, ребята. Так, а планы на будущее? Да, планы, да, ничего, жить, развиваться потихонечку. Вот к тебе в гости ходить, как минимум. Блин, спасибо, она пытается выжить. Ты сюда, блин, разные истории. Давайте поаплодируем, давайте. Так, ну, мне нужна какая-то... Опять в эту сторону. Так, зрелый мужик, ну-ка, давайте вперед. Да, вы, вот, безумная баба, давай. Как вас зовут? Меня зовут Ира. Ира, давайте Ире поплывем, Ира. Так, Ира, вы сами попросили микрофон. Это что значит? Это значит безумие. Если какая-то история сразу... Нет, у меня задание от мужа. Я просто одна в Москву поехала, и он... Задание от мужа? Какое? Прийти к тебе, взять микрофон, рассказать историю какую-то, которую я не придумала. Это муж тебе посоветовал? Да. Съезди в Москву и совривай. Откуда ты приехала? Я родом из Омска, живу я в Сочи, а в Москве приехала к друзьям и на концерт «Анаконда», с которой не случился. Не случился. Ничего себе. Так, а что... А муж-то в итоге где сейчас? Он в Сочи? Он в Сочи меня ждет. Он в Сочи. Так, и какое задание у него было? Было какое-то задание или просто? Просто получить микрофон, пообщаться с тобой. Так, есть какая-то история? Я очень долго придумывала, чтобы рассказать. Я ничего не придумывала. Что ты придумывала? Вспоминать надо? Ну, типа... Блин, скажи, что у меня кинетическая рука. Жестко скажу, что у меня... Нет, ждай. Ждай, да, ждай. Ты любишь спрашивать истории с работы. Единственное, что я вспомнила, что я когда-то работала в автосалоне, и у нас выбирали машину с помощью маятника. Почему? Чтобы не... Это было на удачу. Ну, с маятником выбираешь машину, не попадаешь никогда в аварию на ней. И человек через месяц... Это в каком году было? Это было 2016-й или 2017-й. И там люди с маятником, не попадаешь в аварию, вот сюда вот, пожалуйста. Вот ваш Мерседес, это надежное. Да, серьезно? Откуда ты знаешь, что я в Мерседесе работала? Я все просто знаю. А вы думаете, я про айтишников все знаю. Душная история, сразу. Нет-нет-нет, для меня совсем другая жизнь. Дайте микрофон. 1-1-0-1-1-0-1-0-1-1-1. Я совсем другой. Я совсем другой айтишник, не такой, как они. Так, а муж, блин, может какой-то прикол с мужем, типа, может, типа, сейчас человек какой-то уходит. Пока. Пока. Берегись, взят. Так. Ты мог бы хотя бы говорить чуть-чуть «Конглау», блядь. А ты тоже любишь Криса Такера? Так. С ним бы в пробку встать, да? Так. Такой тихий расизм. Так. А муж почему не приехал? А просто не захотел. Он думал, что я иду на концерт, он не знал, что ты будешь выступать. И поэтому решил, что лучше в Сочи останется, будет в море купаться, гулять. Так вы же там живете? Ну да. Так он такой, ты едь. Я поехал, и он на пляже, женщина, едь. Ты на концерт, да? Хорошо провести время тебе. Все, блядь. Нет? Да. И сколько вместе уже? Шесть с половиной примерно. Ты его оставил одного там, блядь, на пляже с другими, там куча всех этих. Коньячок, шашлычок. Мне, кстати, да, кстати, завтра как раз на шашлычок идет. Ну пусть отдыхают. Вот эта история, видишь? Она ему отдает на шашлычок его. Ты не переживаешь, что он там один на шашлычке? А кто там будет на шашлычке? Ну, потом расскажет, наверное. Да, точно. Он такой, блин, так было клево, столько телок сосали со всеми, блин. Жаль, тебе не было. Там односущная была, жесткая. С ней 45 минут сосали. Она тебе понравилась. Может, даже видосы будут? Видосы будут, конечно. Спорим, что там будет один видос в начале вечера, когда он на остановке. Вот мы идем на праздник, и все, блядь, конец видоса. Ты не переживаешь, что мужчина где-то на пляже с... А с кем он пойдет на пляж с нашашлычки? С друзьями, скорее всего. Ты не знаешь, с кем? Ну, потом расскажет. Не знаю, нет. Я хочу, чтобы ты до конца загналась. А он? А ты здесь с кем? Я с подругой. Ты с подругой? Вы вместе поехали, да? А она тоже из Сочи? Нет, она живет в Москве, а я к ней в гости приехала. А ты сколько дней здесь уже? Я уже два дня здесь. Я успела сходить в зоопарк, в бассейн и восточное Бутово. А что? Расскажи нам, пожалуйста, про зоопарк. Про Бутово ничего знать не хочу. В зоопарке же весь движение. А что там в Бутово? Расскажи, пожалуйста. Там стройка. Закладку снимала? Что там делала? А что там делала? Ну, просто изучаю Москву. Окрестовство, блядь. Вы все тут... Раньше в Петербурге были учисты. Теперь все здесь, в Москве, блядь. Вы все сюда переехали. Думаю, я окрестовство изучаю. Я в следующий раз всех увижу скандинавскими палками. О, Нидаль, привет, как дела? А ты еще не хочешь? Это я, устроить не строй. Помнишь меня? Да, Долг себя обманывал. Сейчас нормальное чувство. Давление? О, устроить не строй. А что в Бутово? Просто ходила? Ну, мы там квартиру купили. Она вот строится. Ты проверила, нет ли наебов приехала? Странно, когда платишь деньги куда-то и не понимаешь вообще, за что ты их отдаешь. Было интересно посмотреть, там реально хоть дом есть. И мы посмотрели, да, он стоит. Ты приехал, там чисто не успех. Дом ваш, да, будет. Я прям сейчас его делаю. Можете смотреть. Через сколько? Хоть знаю. Вчера другие люди приезжали, мы их дом строили, сейчас у вас. А когда должны ваш дом стать? Через год. Через год. Сколько этажей построили, когда приехала? Все. Все? Да. Я не считала, но все уже есть. Не считала? У тебя какой этаж? Одиннадцатый. А, ты такая, одиннадцать, похуй на остальные. Все достроили одиннадцать. Можете сдавать. Блин, надо глядочек. Вы знаешь, вы скоро из Сочи и все. Нет, никогда. А вы купили, чтобы сдавать? Мы купили, потому что мы в Сочи не смогли купить ничего, нам денег не хватило. И типа вы здесь купили, будете сдавать и жить там? Нет, мы просто купили, чтобы деньги потратить со свадьбы куда-то. А потом придумаем или продадим. Вам подарили денег на хату? Ну, нам подарили на первоначальный. Это мои подписчики? Деньги подарили на хату? Деньги что? Давай так, на первоначальный. Я не хочу с тобой разговаривать. А что вам подарили, дорогие подписчики? Напишите в комментариях, и я уже вижу. Тыква, ебать. Нам подарили. Вам хата. И ты еще у меня приезжаешь, приезжаешь. Хата наша готова? Нам подарили ее. Вам подарили, во сколько на свадьбе было на свадьбе? Один человек был. А, один человек. Это отец? Нет, это мама моего мужа. Мама твоего мужа. А все остальные подарки, вот эта хуйня, постельное белье? Ну, мы прям такие, ага, да, спасибо. Подруга мне микроволновка должна. Должна. Вот это. Ты прям, когда жулен дыдал, обгирь. Отвечаю, будь пизда, ты будешь подогревать все. Хату когда сделают, там, хату сделают. Это лучшая подружка? Да. А чем ты занимаешься вообще? Ты работаешь здесь? Я получаю очень легкие деньги, я работаю в службе. Она такая, я шлюха. Это очень сложные были. Нет, я работаю в службе поддержки. В службе поддержки. Да. А это легкие деньги. Но я работаю в службе поддержки старшим специалистом письменных обращений. И поэтому... А их никто не пишет. Практически. Было у кого-нибудь? Я буду жаловаться. Кто-нибудь хоть раз жалобу написал у кого-нибудь? Вы, да? Куда? Постоянно везде? Хорошо, что там душнило. Так. Было у тебя на шоу. Через пару месяцев почтовый ящик. И там буквы, знаете, разные, как киднеппинг. Так. Есть смешная история? Жалобы? Нет, у нас все вообще замечательные. Единственное, что веселое у нас есть на работе, это фамилии наших клиентов. Но я боюсь называть фамилии. Вдруг я сейчас назову, а здесь есть человек с этой фамилией. И я потом буду аккуратно выходить. Ну там жит. Ага. Ну все. Слушай, ты просто смеешься над смешными фамилиями? Ну да. Самая смешная? Какая была? Ковбаса. Ковбаса? Нет, нет, нет. Не колбаса, а ковбаса. 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 И вы там на работе, и взрослые люди. Ковбаса. У нас жалоба, нам дышать нечем в помещениях. Ковбаса. Ну смотри. А это вздыхается, блядь. А еще какая-то смешная фамилия есть? Ну, я не знаю, насколько смешная, но мне очень нравится фамилия Пчела. Пчела? Хату вам подарили, да? Пчела смешная. Я тут стараюсь, Пчела смешная. Дуракам? Дуракам везет. Что? Дуракам везет. Что везет? Дуракам везет. Дуракам, да. Да, дуракам везет. Ладно, план на будущее. Это есть помимо того, чтобы хапать? Купить квартиру в Сочи, научиться плавать на спине, прокатиться на электробусе и купить собаку, завести собаку. Слушай, я думаю, плавать на спине хуй получится. Ну пока это самое сложное. А все остальное выполнимо, но вот это... Давай, мечтай, не замечтайся. Эти навыки нам оставили. А то тебе хату подарили на спине, плавать умеешь. Вообще что-то, блядь? Нам так ничего... Иисус, вы там совсем с ума сошли? Вы как распределяете все блага? Поровну. Поровну. А то и хату, и, блядь, и плавать умеет по-разному. Спасибо тебе большое. Давайте поаплодируем. Спасибо большое. Давай еще кого-нибудь. Давай, ты атишник? Ты кому даешь микрофон? Женя. Женя. Она атишница? Нет. Нет? Ну ты душнил, наверное, тоже. Давай кого-то думай. Не, вот дай вот опасному вот это. У него, ебать, паутина какая-то на локте. Бандит какой-то. Привет. Как вас зовут? Женя. Женя, давай, Женя, папа, Женя. Так, Женя, ну такой, у вас здесь паутина, соцзащитная изночная голова. Можешь одеть их? Вот так. Ну все, поехали. Со мной девочка. Я не могу. Я с девочкой. Блин, они еще вот этому мужику пойдут. Дай ему. Дай ему померить на время, пока будет с тобой болтать. Да давай. Я с датчик как раз. Да дай ему, дай ему. Одень, пожалуйста. Это будет так смешно, что он с чистым такой тип в зале сеет. Одевай, одевай. Давай, нахуй. Так, стой, стой. Можешь вот так вот на азиата смотреть весь вечер? Чтобы он не обоевал. Ты давай там лапшу. Лапшу заваривай, не кипяти сильно, блядь. Бля, падре, я к вам за советом. Ладно, он тебе, да. Лучше не снимай, лучше не снимай. Расскажи про себя какую-то историю. Где очки взял? Заказал. 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 И на сайте хочу быть как blade.com, блядь. Что это, где ты это заказал вообще? Я видел это у ментов в США, такие прикольные очки там у всяких. У мусоров, да? Прикольные очки. Я не могу. Сколько стоили? Ну они вообще оригинальные, стоят 20 тысяч. Я их купил за 1700. Ну они прям... Красивая история. Красивая. Они оригинальные, 20 тысяч, я это так спизил. Я охерел только 20 тысяч. Ну я не знаю. Чем занимаешься? Ну вот с дачи приехали. Это единственное, я иду, ебать. Ну не знаю, работаю. Я заместителем начальника склада здесь в Москве на Алексеевской. Заместитель склада? Да. Это ты приходишь, когда он ходит, ты приходишь. Что за склад, что у вас там на складе? Промышленная продукция. Вы уже на дачи ездите? Да. Вы уже, блядь, так старики, да? Пошло. Кстати, сегодня на выходных научилась на спине плавать. Ты серьезно? И ты такой, не бойся умереть здесь в воде. А вы, стой, ты ее учил плавать? Ну да, я показывал, как надо, грудь повыше держать, подстраховываться. Запомнила? И все, плаваешь. Сейчас ты показывал, как надо, вот так, вот так. Вот так, вот так. На воду берешь, вот так, ебать, вот так. И все. И плавает, как матрас. Нихо, нет. Плавай-ка, матрас. Пиздец, женщина советует. Будь, как подстилка, ебать. Плыви, че ты. Давай, как обычно, давай, че ты, че ты, че ты. А вы как познакомились полтора года назад? В Тиндере. В Тиндере. Как первое свидание прошло? Куда ты ее водил? Зима, декабрь, мы на набережной пошли, вот. Хуевая история. В Петербурге зима, декабрь, мы на набережной. Ха! Вот конец истории. Я ее хотел свести, потом мы умерли. Так, вы пошли в декабре на набережную? По набережной, да, где, по Москве реке, там, ходили. А, просто по набережной? Походили, разошлись. Потом еще раз встретились. Вот так вот, сошлись. Вот так вот, знаешь, она уже меня заебала, пойдем уже в квартиру зайдем хотя бы какой-то. А чем она занимается? Она вот уволилась. Она вообще, кстати, не хлопает. Я говорю, ты спрашивал, кто не работает, она не работает, тот уволилась. А, ты нормальный мужчина, поддерживаешься, да. Ты безработный, хуй не хлопаешь? Спрашивает про вас, лоботряса, давай, маленькая, давай, 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 давай. Спрашивает эту пиздец из магазина, давай, что ты не хлопаешь? Торчиха, да ты же торчиха, ну. Это кто плавает на спине? Давай, блядь, хлопай! Ты в этот момент уже с ума сошел. Ты, блядь, скажи, что ты плаваешь на спине. А как свободное время? Вы на даче были, научились плавать на спине, что еще делали? Вы вдвоем были на даче? Да, ну я вообще художник, потомственный. Потомственный? Да, да, у меня отец художник, всю жизнь работал. Да, и я тоже. Отец художник, кто еще художник? Дед художник? Нет, отец первый, да. А, хорошо. Ну, у потомства есть какое-то? Уже есть, да. Вот и я тоже. Блин, а что рисуешь? Пейзажист, художник-пейзажист. Масляный живопис. Блин, кайф, дайте мне аплодисменты. Почем твоя работа? Ну, я сейчас не продаю, я другой работой занимаюсь. Мы слышали, ты на складе все еще. Да, да, я работал раньше, рисовал картины на заказ, ну, копии. Картин художников известны. Но это сложнее намного, чем... Так у дома картины есть? Вот кто домой приходит, такой, он пиздец, мои картины, вот и... У меня много картин. Ты их до сих пор продать не можешь, так вот. Ну, понятно, у тебя много, ты художник. Но у кого картины вообще есть? Есть у кого картины, да? Прям вы пошли, купили картины. Ты? Вы точно гей, да, блядь? Я прям имею в виду. Прям ты такой милый, посмотри какие лапухи. Что у тебя за картина дома? Ну, я это и имел в виду, я тоже по номерам. Да, потом с цены, блядь, по номерам. Мы потом с цены, по номерам и с цены. Ты чё-то, блядь, торопишься куда-то, братишка. Ты 95-го года? Ты больше, чем меня, блядь, на 7 лет? Да. Ты чё там на даче ел? Смотри, он в Иран съездил уже, блядь, посмотри. В общем, прям не молодо выглядишь. Плохо выглядишь. Ну, не молодо, не молодо. Ну, вот так. Тебе сколько лет? Тебе 30? Вон, повернись на него, посмотри, чтобы он охуел. Ему 30, смотри. Ему 30, вот этому ребенку, который переехал к нам. А тебе ничего себе, ты очень что-то кушаешь? Грубые фрукты? Нет, вообще хорошо питаюсь. Ты в самокате старость заказываешь? Как так? Нервы истрепли мне. Не заказывай, там есть другие блюда. Нет, ни в коем случае, ни в коем случае. Какие-то мечты, планы? Да ничего, все хорошо вообще, так честно говоря, не знаю. Ну, у меня, ты у нас. Не знаю, все классно, на даче очень понравилось. Картины мои тоже, все хорошо, спортом, спортом занимаюсь. Блин, а ты есть в чате? Турлетка. В этом, да, в чате турлет есть. Хочу в следующий раз с тобой так же в очках, кто сидит, созвонится. В чате? У тебя в чате? В этом, да, есть в чате? Да, есть, я фотки скидывал. Помнишь, фотка на Б чисто, помнишь, где? Да, да, а ты в этом, стой, когда здесь мемы как-то скидывали, ты не скидывал мемы? Я и говорю, помнишь, первый женский персонаж в КС 1.6 на Б чисто. Это ты скинул? Бля, в следующий раз я тебе билеты сделаю, давай так. Я потому что тогда посмотрел, да, я смеялся с этого. Давай, в следующий раз, когда, а в следующий раз будет, знаешь, когда съемка? В сентябре, наверное, в сентябре. Напиши мне в телегу, в личку, и я тебе сделаю билеты, потому что я смеялся. Смешной мемчик. Еще какой-то ты с картинками, где мама отвлекает, типа, мама, да, да, смешная. Бля, мы с тобой думаем одинаково, пизда. Я смеялся с этого. Так, ну что, ребят, вот мы сняли новый выпуск. Вам понравилось? Ребят, напишите в комментариях, как вам выпуски. Давай, напишите что-нибудь, может быть, какую-нибудь историю про азиатов, или еще что-то, как бы. Проводите свободное время. Кто из вас умеет плавать на спине, обязательно напишите, это очень интересно. А если вы вдруг будете в проездах в Москве, еще не были в новом студап-клубе номер один на Трубный, обязательно сходите. Давайте поаплодируем ребятам из клуба. Если вдруг хотите смотреть больше, снизу есть подписка на Бусти, там вы найдете кучу выпусков, кучу разных выпусков, там уже больше, я не знаю, там уже почти 15-20 выпусков, много-много-много выпусков. Все это по ссылке в описании. Вообще, смотрите описание, там много всякой информации. Круто, что смотрите. Главное, если вы первый раз на канале, не забудете, что сделать? Подписывайтесь! Это была Бу-шоп.